Всем привет, меня зовут Михаил, я дипломированный фитнес-тренер и сегодня я хочу показать комплекс упражнений по выравниванию позвоночника. Этот комплекс подходит для всех типов искривлений. Очень часто я встречаю людей, которые имеют какой-то вариант искривленного позвоночника кифоз, калиоз, лордоз и так далее. И они считают это какой-то страшной, ужасной, неизлечимой болезнью. Я вообще не считаю это болезнью, поскольку позвоночник всегда подстраивается под шаблон нашего поведения. То есть если мы носим сумку в одной руке и привыкли это плечо подгибать, то очень скоро позвоночник ваш запомнит это положение и вы будете ходить вот так вот. Вот вы будете ходить с легким перекосом и вам будет казаться, что это ваше комфортное положение. Вы можете взять сумку в другую руку и у вас будет перекос в другую сторону. Чтобы этого не было, нужно следить за вашим позвоночником и не давать ему искривляться. Если он уже кривой, то выровнять его можно. Я в своей практике всегда выравниваю спины людям, поскольку очень редко встречаются люди, которые начинают заниматься фитнесом и при этом у них ровная спина. Обычно первая, вторая степень искривления сколиоз, кифоз, это в принципе в порядке вещей и я постоянно их выравниваю. Поэтому не нужно мне говорить, что сколиоз это такая себе страшно неизлечимая болезнь. И знаете, меня очень часто люди обвиняют в том, что я якобы даю такую ложную надежду, что мол, блин, сделать ничего нельзя, а ты людям даришь надежду и все равно ничего не получится. Ну, я это всегда делаю. Почему врачи в белых халатах, когда к ним приходишь даже со второй степенью искривления, говорят, выровнять ваш позвоночник невозможно, потому что это геморрой, над этим нужно работать. Поставьте себя на место врача, вы сидите в кабинете, у вас постоянно приходят люди, 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 очередя, и вы потратите на человека 5 минут в году, либо вы будете тратить на него по 2 часа в неделю. Поэтому я сейчас вам покажу комплекс упражнений, и если вы хотите выровнять свой позвоночник, то вы его выровняйте. Итак, первое, что вам нужно сделать в этом комплексе, это разминка вашего позвоночника. Руки поднимаем, ставим их где-то в районе груди, как удобно, и делаем круговые вращения вашего туловища. В одну сторону раз 5-7, и во вторую сторону тоже раз 5-7. Важно, чтобы количество упражнений в обе стороны было одинаковым. Я сейчас не считаю, сколько у меня, поэтому если кто-то заметит, что я в одну сторону сделал больше, чем в другую, и вам, говорю, делать одинаково, то как бы просьба меня не клеймить в этом плане. Вот такие упражнения делаем. Поворот, наклоны. Все. Приступаем к комплексу. Находим перекладину, цепляемся за нее. Вот в идеале перекладина должна быть такой, чтобы вы тянулись носками на нее и цеплялись. Дальше вы носки отпускаете, вы висите. В идеале так. Если нет такой перекладины, можете выбрать, в принципе, любую. Подпрыгнуть к ней не есть проблема. Дальше вы висите секунд 10-20. Если получается больше, то больше. Это зависит от силы вашего хвата. Вы висите, голову опрокидываете слегка вверх, вот таким вот образом, и ваша задача полностью расслабить тело. Работают только те мышцы, которые держат вас на турнике. То есть мышцы хвата, мышцы вашего предплечья. В это время вы чувствуете, как увеличивается расстояние между позвонками. Вытягиваются межпозвоночные диски. Это именно то, что нам нужно. Нам нужно вытягивать наш позвоночник. Немножко повисели, 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 повисели. Сколько получается? Секунд 10-20, получается 30. Значит 30. Получается больше, значит больше. Походили полминуты. Походили, походили. Я сейчас не буду ходить полминуты, потому что ролик затянется. Второй подход. Цепляемся. И делаем упражнение, которое я называю колбаса. То есть ваша задача все та же. Работают только кисти ваших рук. Мышцы предплечья, мышцы хвата. И вы делаете разные такие вот движения. Можно ноги раскидать в стороны и поделать такие вращения. По несколько раз в каждую сторону. Можно подергаться вперед-назад. Можно подергаться влево-вправо. Можно подергаться с разными там завитушками, закрутелоками всякими такими. Как только устали мышцы вашего хвата, вы опять сделали перерыв. Прошлись, почесали голову, подышали. Минута-полминуты. И сделали еще подход точно в таком же стиле. Кстати, если у вас мышцы хвата слабые, как это бывает у людей достаточно возрастных, либо у женщин, либо если у вас достаточно большой лишний вес, а вы не тренированы, можно применять следующий лайфхак. Во-первых, руки не должны скользить. Их нужно мыть. Их нужно мыть, если у вас руки потные и турник потный, соответственно, вы будете скользить. Можно наматывать на перекладину, к примеру, лейкопластырь. Можно использовать перчатки специальные, которые не скользят. Можно использовать тальки, магнезии и всякую такую фигню. В общем, вы должны висеть на турнике. Еще, если у вас все это не сработало, то, что я перечислил, вы можете использовать разнохват. То есть, одна рука так, вторая рука так. Руки ставятся поближе и делаются все то же самое. Но, если вы используете разнохват, то не забывайте менять его. То есть, один подход так, второй так, чтобы у вас, в общем, не было никаких искривлений на фоне этого разнохвата. Значит, следующий подход. Вы уцепились и то же самое. Расслабили позвоночник. Работают только мышцы хвата. И вы полностью расслаблены спиной. Дергаетесь вперед, назад, влево, вправо. То есть, делаете всякую фигню. Можете всякие там велосипеды поделать, сосиски, колбасы, вот все эти смехарики, которые мы знаем со школы. Ребята, которые не умели подтягиваться и там велосипеды разные крутили. Вот, то же самое все можно делать. Ваша задача расслабить позвоночник и подергаться. Подергались и так. В общем, вам нужно сделать пять подходов. Будете делать это утром и вечером. И вы заметите, что буквально через недельку-две ваш позвоночник стал намного ровнее. Это, конечно же, не единственный комплекс упражнений, который позволяет выровнять вашу спину. Есть много других комплексов упражнений. Если вам интересно, я сниму их еще. Пишите ваши вопросы в комментариях. Ставьте лайки. Переставайте ныть, потому что очень часто те люди, которые имеют кривой позвоночник, так же, ну, блин, такие нытики, такие нытики, что уж хочется дать леща. Но я этого делать не буду, потому что мы все интеллигентные и вежливые люди. Поэтому, пожалуйста, не нойте. Если вам не понравилось, просто пройдите мимо и никогда обо мне не вспоминайте. Если вы хотите выровнять свой позвоночник, то, соответственно, пишите вопросы, и я постараюсь максимально компетентно на них ответить и снять еще какие-то интересные комплексы в разных вариантах для сколиозов, для кифозов, для лордозов и так далее, и так далее. На сегодня все. До новых встреч.